Всем привет! С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Я нахожусь на заводе Феру, где присутствует огромнейшее количество монтажников, монтажных организаций со всей страны. Соответственно, сегодня будем судить и рядить о трёх лучших брендах банных печей и о трёх лучших брендах отопительных печей. Вы готовы, господа? Да! Да! Тогда начнём с представления по часовой стрелке. Кто вы? Владимир Поляков, Столсмаркет, Москва. Выучниц Алексей, частный предприниматель. А город? Ярославль. Я и его сын, Иван. Тоже Ярославль. Тоже Ярославль. Отлично! Миронов Евгений, Воронеж, удачная баня. Александр, тоже удачная баня. Бейпус Алексей, Омск, дом тепла 55. Вичук Алексей, город Серпухов, СВ Тепло. Дудин Денис Владимирович, город Серпухов, блокар.со. Олег Акалелов, город Липецк. Павел Голоскоков, город Воронеж. Группа строительных компаний. Ну что? Ой, первый вопрос. Какие три лучших бренда заводов делают банные печи в Российской Федерации? Ну, бренды и сам продукт. Если брать чугунную печку, это про металл атмосфера. Если из нержавейки, ТМФ, гейзер. Если из черной стали, Варвара, Варвара. Как Бог сказал. Соглашусь, атмосфера, наверное. Так. Варвара. И третий? Гефест. Аналогично. Соглашусь. Гефест, атмосфера и Варвара. Соглашусь. Я думаю, атмосфера на первом месте. Потом Гефест из чугунных печей. Из нержавейки это ферингер печи. Ну, а из черного металла я даже не знаю, мы их не ставим. Твое право. Ну, то же самое. Соглашусь. Хорошие печи очень много восстанавливаем. Печь атмосфера. И печи ферингер. Это наши основные два бренда. А из черновой стали какая нравится? Ничего не ставим. Ой, грех на душу берешь. Шутка. Ну, опять же, так же, Везуви, атмосфера. Так же, Везуви, это классно. Так, Везуви, атмосфера. Ну, Везуви ураган, легенда. Так. Ну, и атмосфера, естественно. И третья? Третий есть? Гефест. Так. Ферингер, из кима и атмосфера. Ага. Теплодар, термофор, ну и прометал. Термофор, термофор или ТМФ? ТМФ, да. Так. Ну и... Атмосфера. Атмосфера, да. Так. Атмосфера, ферингер. И из металла, если из черного, то тройка. Вау! Мощный заход. Отопительные печи. Отопительные печи. Ты ванными не занимаешься. Окей. И мы не занимаемся. Тогда следующий вопрос. Отопительные печи. Три бренда лучших отопительных печей. Давай с тебя начнем. Протерм, Бакси, Дигитрих. Это же котлы. А воздушные? Не? Только котлы. Котлы. Так. А у нас сегодня вопрос по отопительным печам. Отопительные, ну это бахта на первом месте. Потом экокамин много. Так, еще какие-нибудь. Ну вот два основных, которые... Третий не скажешь. Третий нет пока. Окей. Твое право. Хоть я осуждаю его. По отопительным печам скажут, в принципе, Теплодар. Топ-200 неплохие модели. Из чугунных печей это бахта. Ну и еще остановимся на Бутако. Понятно. А Бутаков чей? Их много кто производит? Заводов какие? Новосибирск. Томаев? Да. Отлично. Бахта, Гуча Лава и Бринеран. А Бринеран именно Бринерановский или... Ну, который завод Бринеран делает или другие заводы? Бринеран. Бринеран. Да. Ваше мнение? Опять же, бахта. Котлы зото считаются? А давайте по котламу отдельно. Все же котлами занимаются? Не все. Ну, кто занимается, тот скажет. Давай только отопительные печи, которые воздух гоняют. Тогда только бахта. Только бахта. Эх. В основе печи, которую мы монтируем, это бахта и визуи. Печь камин визуи. Печь камин визуи. Так. Да, то же самое. То же самое. Так. Ну да, бахта визуи. И все? И все. Коза, да много тена. То есть импорт бахта и визуи? Да, народ просит чаще, да. Импорт. Вы знаете, что он любит. Он скажет сейчас бахта. Потому что ему больше всего роликов падает. В ролике там одного человека увидел. Печка для староверов. Рогатые это лаотерм, бринеран, буран. Потом традиционные классические стальные печки ТМФ. Это профессор Бутаков огонь-батарея. Из чугунных бахта, коза и пламя. Ну и гучелал. Все. Окей. Ну что. По котлам. Готовы? Кто не готов, про меня говорите, иди к следующему. Ты котлы ставишь? Я знаю, ставишь. Давай, три топчика, три котла. Один только производительный. Это компания Стэн, котлы, кобальт. Понял. Еще двух не будет? Не надо. Не надо. Купер. Зота. Купер Зота? Хорошо. Дальше тоже согласен с Купером Зота? Да, конечно. Так. Дальше не ставим. Не ставите. Так, хорошо. Только Зотто. Только Зотто. Автомат полуавтомат. Вот так вот. Слышал, Володя? Только Зотто. Каждый мешал. Каждый по-своему особенный. Стравпула, Зотто, Теплодар. О, как. А у Теплодара какой котел тебе больше нравится? Ну, Купер Про. Трошка святое дело. Ну, я тоже соглашусь с Купером Про 22, Зотто. Ну, в принципе, наверное, все. Окей. Зотто только. Только Зотто. Ну, еще Теплодар тоже монтируем. Нам нравится Зотто? Больше Зотто. Ага. А твое мнение? Зотто и Теплодар. Зотто и Теплодар. А что у Зотто лучше всего? И у Теплодара? Качество. Да нет, да, я имею в виду котлы какие. Нравится вот внешний вид людям. А что больше нравится? Лишь на тебе Зотто или Теплодар? Теплодар. Понял. У них, да, реально как ретроавтомобили. А давайте попробуем еще четвертый вопрос. Вот прям сходу генерирую мысль. А вот каминами все занимаются или кто-то не занимается? Да, я каминчик. О, да тут каминчики еще собрались. Все, начинаем за камины. Камины ставишь? Не ставишь? Так, смотри, бренда. Не ставишь. То есть мимо тебя проходим. Что за камины уважаем? Основной это Астов. Потому что все, многие ставили иностранные. Там Роматоп Астов это как бы на первом месте сейчас идет. Так. Ну, из чугунных это Гуча Лава, группа компаний Мета, печь камины, там их большой ряд. Вот. Ну, Коза тоже, неплохие камины. Ну, в принципе, все. Ага. Астов Мета. Астов Мета? Да. Ага. Меня пропустите. Хорошо, не наливаем. Наше основное направление это отделка бани саун, поэтому не устанавливаем камин. Ага. Ну, встречали, пламен иногда ставим. Пламен? Да. А еще что-нибудь? Ну, так редко. Нет, кроме пламена ничего. Дальше? Ну, лучше, наверное, Астов все-таки, но большинство ставят Прома 700. Очень популярно у нас в городе. Сколько каминов, в принципе. Куча облицовок под нее, поэтому, наверное, самая распространенная. Прома 700 ша. Так. Вот здесь, да, правильно, надо разделить печи камины и каминные топки с облицовкой. Раздели. Прома 700, самый классный, конечно. А так, из недорогих, опять же, относительно каминов, это Мета, Везувий. Что там еще? Не знаю. Мета и Везувий выходит. Нет, Мета и Везувий в этом ценовом диапазоне. А давай возьми другие ценовые диапазоны. А из чугунных это Гучелава, Коза, Ламин. Все. Окей. Но если вы думаете, что ролик уже закончен, нет. Следующий я генерирую. А по термозащите? Все же расскажут, какие бренды по термозащите вы ставите. Правильно же? Ну что, с кого начнем? Какую термозащиту? Прям вот сходу. Их же дофига всяких листов термозащиты. Что обычно используешь? Фиброцементную плиту. А каких производителей? Или вообще без разницы? Что-то флагман, по-моему. Фламман. Окей. Силикат кальция. Так. А если не силикат кончился в магазине? Тогда минирит. Минирит. Минирит, силикат кальция, фламму. Ну, в принципе, все. Базальтовый картон еще. Сейчас дойдем, сейчас дойдем. Минирит, флама. Также кальций, силикат, селька. Суперсилка, которая плавно, керамическая. Маты прошивные, с кальций, базальтовой. Ну, базальтовый. Калинка. Да, да. Все? Все. Мы используем основные материалы, это суперсилка. Базальтовый картон, это самый основной материал, который пользуется просто. Минирит и силикат кальция. То же самое. Дальше. Силикат кальция, фиброцементная плита флама, рокуэлл фольгированный. Ну, наверное, такие самые основные. Ну, и базальтовый картон, соответственно. Ага. Ну, у всех одни и те же материалы. Начиная с базальтового картона, суперсилики, минирит, флама и силикаты кальция. В зависимости, наверное, от поставщика, скамотек. Вот у нас. Ага. Какие вы спички используете? Нет. Вопрос будет последний. Естественно, мы находимся в компании Феррум. Феррум это дымоходы Феррум и Крафт. Соответственно, вопрос не будет заключаться. А какой дымоход? Там пять лучших брендов. Я просто спрошу, что ты больше используешь? Феррум или Крафт? Что больше ставишь? Понеслось? Что ставишь больше? Феррум или Крафта? Феррум. 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 Пациентов 80 это Феррум. А 20? Это Крафт. Так же примерно 80% Феррум и 20% Крафт. Феррум. Ну, 90% клиентов остаются на Ферруме, потому что Крафт подороже. А 10% остается на Крафте. Феррум. Не Крафт. Ну, Крафт 20%. Все-таки и Крафт есть. Не, Крафт в любом должен быть. Феррум на газовом оборудовании и малой мощности, которое оборудование газовое. Если оборудование мощное уже, там, больше 100 кВт ставим Крафт. На печах, на твердом топливе, там везде Крафт идет у нас. Ну что, спасибо вам большое. Зрители, тебе тоже спасибо большое. Не забудь поставить лайк. Все по чесноку. Я, к сожалению, хотел бы проплатить этот ролик всем участникам нашего кутежа. Но у меня вот таких денег нет. Они сказали, как есть. Все по чесноку. А, все уже проплатил, говорят. Все по-честному. Ставить лайки или не ставить за это видео? Ставить. 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 Ставить.